Здравствуйте! Мы начинаем с вами занятие по математике «Подготовка к единому государственному экзамену». Веду это занятие я, Бубнова Антонина Ананевна, старший преподаватель кафедры математики, теории и методики обучения математики, гуманитарно-педагогической академии, филиал в Ялте. Сегодняшнее наше занятие посвящено методам решения тригонометрических уравнений. Девизом занятия является высказывание Рене Декарта. Каждая решенная мною задача становится образом, который служит впоследствии для решения других задач. Итак, начинаем занятие с устного счета. Три примера. Первый пример. В скобках 3,5 разделить на 7 плюс 2,5 скобку делить на 2 минус 0,7. Второй пример. 1,5 плюс 2 умножить на скобку. В скобке 0,5 плюс 0,7 и за скобкой минус 2,1. Третий пример. В скобках 4,4 минус 2,1 скобку умножить на 5 минус 3 делить на 2. Итак, я надеюсь, все получили ответы и мы сверяемся. В первом примере ответ 0,8, во втором 1,8 и в третьем 10. План сегодняшнего занятия от 26 ноября 2019 года. Сначала мы будем проверять домашнее задание. Это решение логарифмических уравнений неравенств. Затем мы приступаем к теме тригонометрия. Сначала мы вспомним тригонометрические формулы, а затем рассмотрим методы решения тригонометрических уравнений. Затем получим домашнее задание на следующее занятие и информация от Гуманитарно-педагогической академии для абитуриентов. Итак, смотрим ответы на шесть заданий, которые были даны на сегодня. Это три первых уравнения и три неравенства. Пожалуйста, переходим к вордовскому документу. Итак, решить уравнение. Три первых примера. В первом примере дробь 3 минус логарифм 3х минус 1 по основанию 2, деленное на логарифм х минус 2 по основанию 2, равно 1. Ну, чаще всего логарифмические уравнения нужно решать с нахождения ОДЗ. Под логарифмические выражения положительные. 3х минус 1 больше 0, х минус 2 больше 0. И еще учитываем то, что в знаменателе не должен быть 0. Решив эту систему, мы получаем ответ. Х принадлежит промежутку от 2 до 3, объединенное с промежутком от 3 до плюс бесконечности. А теперь решаем само уравнение. Дробь равна 1, если числитель и знаменатель равны. Переходим к уравнению. 3 минус логарифм 3х минус 1 по основанию 2, равно логарифм х минус 2 по основанию 2. Переносим из левой части логарифм в правую и заменяем сумму логарифмов логарифмом произведения. Меняем части местами и получаем уравнение. Логарифм произведения 3х минус 1 на х минус 2 по основанию 2 равно 3. Используя определение логарифма, получаем квадратное уравнение. х квадрат минус 7х минус 6 равно 0. Решаем его, получаем 2 корня 3 и минус 2 третьих. И, как видите, ни один из корней не входит в область допустимых значений. Ответ решений нет. Второе уравнение. Натуральный логарифм х квадрат минус х минус 2 равно 2 натуральный логарифм под корнем минус 2х. Опять находим ОДЗ. Х принадлежит промежутку от минус бесконечности до минус 1. Затем потенциируем наше логарифмическое уравнение. То есть убираем натуральные логарифмы. При этом двойка в правой части переходит в степень и получаем уравнение. х квадрат минус х минус 2 равно 0 и 2 корня 1 и минус 2. Только корень х равный 1 не входит в ОДЗ. Поэтому в ответ выписываем корень минус 2. И третье уравнение. Третье уравнение мы решаем с помощью введения новой переменной. ОДЗ здесь будет х меньше 0. Заменяем логарифм от минус х по основанию 2 через t. Получаем квадратное уравнение t квадрат минус t минус 2 равно 0. Корни минус t1 равно минус 1 t2 равно 2. И решаем два простых логарифмических уравнения. В первом случае получаем х равный минус 1 вторая. Во втором минус 4. Оба корня входят в ОДЗ. Поэтому в ответ мы записываем оба корня. Итак, приступаем. Ко второй части нашего самостоятельной работы. Решаем три неравенства. Первое неравенство. Логарифм х по основанию 0,5 плюс логарифм х плюс 1 по основанию 0,5 больше либо равно минус 1. Любое логарифмическое неравенство сводится к решению системы х больше 0, х плюс 1 больше 0. А затем мы переходим от логарифмических обычному неравенству, заменяя сумму логарифмов логарифмом произведения и применяя определение логарифма. При этом знак неравенства, вы обратите внимание, поменяется на противоположный, так как основание логарифма 0,5 меньше единицы. Решая каждое из этих неравенств, мы получаем пересечение промежутка. Вы видите картинку решения квадратного неравенства. Затем, учитывая УДЗ х больше 0, х плюс 1 больше 0, мы получаем промежуток. Так, х принадлежит от 0 до плюс бесконечности, пересекаем его с промежутком от минус 2 до 1 и получаем ответ. Х принадлежит промежутку от 0 до 1, включая 1. Второе неравенство. Мы опять-таки записываем в виде системы под логарифмическое выражение больше 0, а затем мы делаем переход от логарифма к неравенству, так как 3 основания логарифма больше единицы, знак неравенства остается. В первом неравенстве мы методом интервалов решаем, получаем 2 корни, минус 1 и минус 1 вторую. И знак неравенства больше 0 выделяем промежутки со знаком плюс. А у второго неравенства мы единицу переносим в левую часть, приводим к общему знаменателю и получаем неравенство. Х плюс 2 делить на х плюс 1 меньше либо равно 0. Решая его методом интервала, границы интервалов будут минус 2 и минус 1, причем минус 1 выкалываем, так как это в знаменателе. И получаем промежуток от минус 2, включая минус 2, до минус 1. Пересекаем оба решения, получаем ответ. Х принадлежит промежутку от минус 2, включая минус 2, до минус 1. Итак, третье неравенство решается заменой переменной. Логарифм х плюс 1 по основанию 0,5 заменяем буквой Т. Получаем новое квадратное неравенство относительно Т. Решаем его с помощью квадратного трехчлена, методом интервалов. И решением будет Т меньше либо равно минус 2 и больше либо равно единице. И переходим к совокупности уже логарифмических неравенств. То есть совокупность, это нужно объединить решение этих неравенств. Объединяя, мы получаем ответ. Х принадлежит промежуток от 0 до 1, включая 1, объединенное с промежутком от 3, включая 3, до плюс бесконечности. Итак, переходим к слайдам. Еще раз смотрим ответы. И начинаем основную часть нашего с вами занятия. Немного истории. Тригонометрические функции возникли в Древней Греции в связи с исследованиями астрономии и геометрии. Отношения сторон в прямоугольном треугольнике, которые по существу и есть тригонометрические функции, встречаются уже в III веке до н.э. в работах Эвклида, Архимеда и других. Тригонометрические таблицы составил Птоломей и индийский астроном Алкаши. Современную форму тригонометрии придал Леонард Эйлер. Логарифмы и тригонометрию мы изучаем по Эйлеру. Итак, повторяем основные тригонометрические формулы. Рассмотрим единичную окружность центром в точке О радиус 1 и на этой окружности возьмем некоторую точку М с координатами Х, У. Из этой точки на ось Х и У опускаем перпендикуляры МА и МБ. Соединим точку О с точкой М и получаем отрезок ОМ. Это радиус равный единице. Радиус ОМ наклонен к оси Х под углом альфа. И теперь мы рассмотрим с вами координаты Х и координату У через косинус и синус угла альфа. По определению косинусом угла называется отношение прилежащего катета в прямоугольном треугольнике гипотенузе. Смотрим. Треугольник ОМА прямоугольный. И значит косинус угла альфа это отношение отрезка ОА к ОМ. Так как ОМ единица, значит косинус угла альфа это отрезок ОА. Ну и вы понимаете, что этот отрезок является координатой Х с точки М. Аналогично синус альфа отношение противолежащего катета гипотенузе, то есть синус альфа это отрезок ОБ, а это координата У точки М. Катангенс это отношение противолежащего катета гипотенузе к прилежащему катету. То есть это синус альфа делить на косинус альфа. Катангенс это отношение косинус альфа поделить на синус альфа. Таким образом, Х равное косинус угла альфа, У равное синус угла альфа это координаты точки на единичной окружности. Теперь мы с вами рассмотрим некоторые ограничения, которые существуют для синуса и косинуса. Синус это координата У точки М. Вы видите, что координата У не может превышать единицы и не может быть меньше минус единицы. Косинус это координата Х точки М. Она тоже находится в промежутке от минус единицы до единицы. Так как тангенс и катангенс это отношение синусов к косинусов, то тангенс и катангенс может быть находиться в промежутке от минус до плюс бесконечности. Теперь рассмотрим основное тригонометрическое тождество. Треугольник ОМА прямоугольный, поэтому для этого прямоугольного треугольника у нас выполняется теорема Пифагора. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Гипотенуза ОМ равна единице. Поэтому получаем синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа равно единице. Теперь мы с вами рассмотрим знаки тригонометрических функций по четвертям. Напоминаю. Положительным направлением угла считается направление против часовой стрелки. В четверти у нас идут первая, вторая, третья и четвертая против часовой стрелки. Смотрим координата точки М, которая находится в первой четверти. У нас обе координаты будут положительными. То есть в первой четверти что синус, что косинус имеют знак плюс. Во второй четверти у нас координата х отрицательна, а у положительна. Поэтому синус у нас будет положительный, а косинус отрицательный. В третьей четверти обе координаты отрицательные, поэтому синус и косинус будут отрицательными. В четвертой четверти координата х положительная, а у отрицательный. Синус будет отрицательный, а косинус положительный. Ну а тангенсы, так как они являются отношением синусов и косинусов, и котангенс будут иметь знаки по четвертям. В первый плюс, потому что оба знака плюс, во второй минус, в третий тоже плюс, потому что обе координаты отрицательны, и в четвертый минус. Ну а теперь мы введем радиальную меру угла. Напоминаю, что градусом является центральный угол, который опирается на дугу, равную одной трехсот шестидесятой части окружности. Вся окружность 360 градусов. Один радиан – это центральный угол, вы видите на экране, который опирается на дугу, длина которой равна радиусу. Приблизительно один радиан – это около 57 градусов. Теперь перейдем от радианной меры угла к градусной. Напоминаю, что длина окружности равняется 2πr. Так как радиус у нас один, то получается, что вся окружность 360 градусов, это соответствует 2π. Тогда 180 градусов – это π. Попробуем решить несколько примеров. Например, переходим от радианов π делить на 4 градусом. Заменяем π 180 градусами, делим на 4 и получается 45 градусов. 4π девятых. Заменяем π 180 градусов, делим на 9 и умножаем на 4. Получается 80 градусов. Ну а теперь попробуйте вместе со мной, можете немножко опережать, определить знак выражения. Это тренировка. Каким образом вы можете вспоминать еще раз знаки синуса, косинуса, тангенса и катангенса по четвертям. Еще напоминаю, что синус, тангенс и катангенс – функции нечетные. И если под синусом, тангенсом и катангенсом стоит знак минус, этот минус выносится вперед. Под косинусом знак минус может отбрасываться. Очень интересно будет решать примеры, которые начинаются с 10-го. Там не градусная, а радианная мера угла. Итак, синус 270 градусов, третий четверть, синус отрицательный. Тангенс 98 градусов, 98, вторая четверть, тангенс отрицательный. Синус 70, 71 четверть, все положительное. Катангенс 200 градусов, 200 – это у нас третий четверть, катангенс положительный. Косинус 113, вторая четверть, косинус отрицательный. Синус минус 140 градусов. Минус выносим вперед. 140 градусов, вторая четверть, синус положительный, но впереди минус, вот минус. Косинус минус 300 градусов. Минус отбрасываем. 300 градусов – это четвертая четверть, косинус положительный. Восьмое. 290 градусов это четвертая четверть косинус положительный. Тангенс минус 120 градусов минус вперед. 120 градусов это вторая четверть минус и впереди минус будет плюс. Синус пи на 9. Итак, сравниваем будем с первой четвертью. Пи на 2 это у нас от 0 до пи на 2 это первая четверть. Пи на 9 это меньше чем пи на 2, поэтому первая четверть синус положительный. Косинус 2 пи на 3. Значит это больше чем пи на 2, но меньше чем пи. Вторая четверть косинус отрицательный. Пи на 4. Первая четверть все положительное. 4 пи на 5 это вторая четверть меньше чем единица, меньше чем пи. Синус во второй четверти положительный. Ну и тангенс 3 пи на 5. Вторая четверть тангенс отрицательный. Переходим к формулам приведения. Достаточно много таких формул. Их запомнить очень тяжело, поэтому запоминаем следующее правило. Если под синусом, под любой тригонометрической функцией стоит угол с целым количеством пи, то можно целое количество пи отбрасывать. При этом учитываем знаки по четвертям и функции не меняем. Если же в скобках стоит целое количество пи пополам, опять-таки можно это отбрасывать. При этом синус заменяется косинусом, косинус заменяется синусом, тангенс катангенсом, катангенс тангенсом. И учитываем знаки по четвертям. А теперь очень интересное так называемое лошадиное правило. В старые добрые времена жил рассеянный математик, который при поиске ответа, менять или не менять название функции, синус на косинус, например, смотрел на свою умную лошадь. А она кивала головой вдоль той оси координат, которой принадлежала точка, соответствующая первому слагаемому аргументу. Пи на два плюс альфа или пи плюс альфа. Если лошадь кивала головой вдоль оси и игрек, в нашем случае это да, менять. Если вдоль оси икс, в нашем случае нет, не менять. Ну а теперь напоминаем, на экране у нас находятся формулы, которые считаются основными. Они все получены с помощью основной тригонометрической формулы, и можете видеть это на экране. Ну а теперь попробуем вспомнить таблицу значений тригонометрических функций. Для себя можете заполнить первую строчку. Синус 0, 0, синус 31, 2, синус 45, корень из 2 на 2, синус 60, корень из 3 на 2, синус 91. Ну и сами заполняем соответствующие строчки. Проверяйте для себя. Но когда вы заполнили первые две строчки, вторые можно просто сосчитать. Так как тангенс это синус поделить на косинус. В первом случае 0. Во втором случае корень из 3 делить на 3. Потом единица. Потом просто корень из 3. Ну а так как делить на 0 нельзя, ставим прочее. У катангенса все наоборот. Прочерк, корень из 3, 1, корень из 3 на 3 и 0. Ну а теперь еще одно правило, которое можно применить для того, чтобы, ну допустим, вы забыли эту таблицу, которую мы с вами повторяем. Не всегда можно где-то вспомнить. Используем свою руку, которую, по крайней мере, на экзамен всегда можно носить. Итак, берем левую руку. И ось Х это мизинец. Большой палец это у нас угол 90 градусов. Три пальца означают угол 30 градусов. По центру средний палец 45 и 60 градусов. Применяя формулу корень из n делить на 2, будем считать синус, подставляя соответствующие числа от 0 до 4. Итак, синус 0, 0, потому что 0 на 2, 0. Потом мы подставляем вместо n синус 30, это единицу. Получаем 1, 2. Потом подставляем двойку, корень из 2 на 2. Синус 60 подставляем тройку, корень из 3 на 3, на 2. И потом подставляем четверку. 2 делить на 2, это единица. Если вы хотите, вот запомнили это правило, то косинус наоборот. То, что находится у нас под 90, это будет 0. Потом 30, 45, 60 и 90. И получаем наоборот. Здесь у нас будет единица, косинус 0. Здесь будет корень из 3 на 2. Это корень из 2 на 2. Это 1, 2. А это 1. 0. Переходим к решению примеров. Но чтобы вам было интересней, я попытаюсь не просто решить примеры с помощью наших формул, а расшифровать и получить имя математика, в книге которого впервые встречается термин тригонометрия. Итак, под цифрой 1 мы будем ставить букву, которая соответствует ответу первого примера. Если в первом примере вы тройку вынесите за скобку, то в скобке будет основное тождество, то есть единица. Ответ 3. 3 соответствует букве П. Во втором примере у нас получается единица. Это будет буква И. В третьем примере. 1 минус синус квадрат 40 градусов. Это косинус квадрат 40 градусов. Это буква Т. В четвертом примере у нас получается единица. Это опять получилась буква И. В пятом примере мы заменяем сверху косинус квадрат, снизу синус квадрат. Это будет катангенс квадрат. Ну и произведение тангенса и катангенса дает единицу. И получаем формулу, которая равняется 1 делить на синус квадрат альфа буква С. В шестом примере у нас получается косинус квадрат альфа, а тут синус квадрат альфа. То есть буква К, потому что ответка тангенс квадрат альфа. Ну, в седьмом это ноль однозначно, это буква У. И в восьмом у нас получается опять выражение 1 делить на синус квадрат альфа, то есть буква С. И получилась пятискус. Еще раз. Математик, в книге которого впервые встречается термин тригонометрия, это пятискус. Решение тригонометрических уравнений. Для тригонометрических уравнений применимы общие методы решения и равносильное преобразование общего характера. Наша задача свести любое тригонометрическое уравнение к простейшему виду. Итак, таблица формул корней простых тригонометрических уравнений. В первом случае косинус Т равняется А. Ну, понятно, что у нас косинус А должно быть по модулю меньше либо равно единице. То есть два уравнения при этом получается, которые можно заменить одним уравнением. Т равно плюс-минус аркосинуса плюс два пика К принадлежит Z и три частных случая. Вторая группа уравнений простейших это для синуса и три частных случая. Опять-таки два уравнения, которые мы получаем, т равное аркосинус А плюс два пика К принадлежит Z и т равное пи минус аркосинуса плюс два пика К принадлежит Z заменяют общей формулой. Т равно минус единице в степени К, аркосинуса плюс пика К принадлежит Z. И еще общее уравнение для уравнения тангенс Т равно А и формула для решения уравнения К тангенс Т равно А. Ну а теперь решаем простейшее уравнение. Итак, первое. Тангенс 2х равно минус единице. Заменяем. 2х равно арктангенс минус единице плюс пика К принадлежит Z. Минус выносим вперед. 2х равно минус пи на 4 плюс пика К принадлежит Z. И все делим на 2. Получаем х равно минус пи делить на 8 плюс пика делить на 2. К принадлежит Z. Второе уравнение. Косинус х плюс пи делить на 3 равняется 1 второй. х плюс пи делить на 3 равно по общей формуле плюс минус пи делить на 3 плюс 2 пика К принадлежит Z. Затем слагаемое с левой части пи делить на 3 переносим влево с противоположным знаком и получаем ответ. Минус пи делить на 3 плюс минус пи делить на 3 плюс 2 пика К принадлежит Z. И третий пример. Синус в скобках пи минус пи на 3 равно 0. По формулам приведения мы можем пи отбрасывать. Получаем синус от х делить на 3 равно 0. Это частный случай. Получаем ответ. 3 пика К принадлежит Z. Метод разложения на множители. Суть этого метода заключается в том, что произведение нескольких множителей равно 0, если хотя бы один из них равен 0. Пример. Произведение двух скобок. Синус х минус 1 треть на скобку косинус х плюс 2 пятых равно 0. Получаем два случая. Совокупность. Синус х минус 1 треть равно 0 или косинус х плюс 2 пятых равно 0. Решаем оба простых неравенства. В общем случае это не табличные синусы и косинусы. Поэтому можно записать таким образом. Обратите внимание, как получаем мы значение а отрицательного аркосинуса. Итак, х равно плюс-минус пи минус аркосинус 2 пятых плюс 2 пика. Обе группы ответов выписываем в ответ. Решение тригонометрических уравнений, сводящихся к квадратным. Итак, смотрим на уравнение, которое можно свести к квадратному. А синус квадрат х плюс b синус х плюс c равно 0. Заменяем функцию синус х переменной p. При этом обратив внимание, что p меньше либо равной единице, решаем квадратное уравнение. Ну и возвращаемся к простым уравнениям. Еще раз напоминаем основные тригонометрические формулы, которые вы видите в конце, снизу экрана. Решаем уравнение. 2 синус квадрат х плюс синус х минус единица равно 0. Решаем этим же методом. Заменяем синус х буквой t. Получаем уравнение вида 2t квадрат плюс t минус единица равно 0. Через дискриминант получаем 2 корня. t1 равно 1 второй, t2 равно минус единица. Решаем 2 простых тригонометрических уравнений. Синус х равно 1 второй или синус х равно минус единица. Те ответы, которые вы получите, вы пишете обе группы ответов. Следующий метод решения тригонометрических уравнений. Вернее, вид тригонометрических уравнений, которые мы будем называть однородными. Итак, рассмотрим пока два вида однородных уравнений. Уравнение первой степени имеет вид а синус х плюс b косинус х равно 0. Разделим обе части на косинус х и получаем простое уравнение а тангенс х плюс b равно 0 или тангенс х равно m. Ну и решаем. Если это однородное уравнение второй степени, оно имеет вид а синус квадрат х плюс b синус х косинус х плюс c косинус квадрат х равно 0. Обе части этого уравнений делим на косинус квадрат х и получаем квадратное уравнение относительно тангенса. Заменяем тангенс новой переменной, решаем квадратное уравнение и переходим к простым уравнениям относительно тангенса. В частности, в однородных уравнениях второго типа может вместо нуля стоять некоторое число, например, d. d можно представить, как d умножить на скобку синус квадрат х плюс косинус квадрат х, так как в скобке это 1. Если вы раскроете скобки и приведете подобные, перенося их в левую часть, снова получите однородное уравнение второго типа. А теперь линейное уравнение вида а косинус х плюс b синус х равно c. В отличие от однородного уравнения, здесь тот метод, который мы применяли, до этого не годится. Здесь мы будем решать это уравнение методом введения вспомогательного угла, применяя при этом формулу синуса или косинус суммы или разности аргументов. Пример. Решить уравнение. Корень из трех синус х минус косинус х равно 2. Делим обе части этого уравнения на 2. Получаем корень из трех на 2 синус х минус 1 вторая косинус х равно 1. Вы видите, что корень из трех на 2 это косинус 30 градусов пи на 6, а одна вторая это синус пи на 6. И мы видим, что с левой стороны стоит формула синус разности углов. Синус х минус пи на 6 равно 1. Получается такое уравнение. Чтобы решить такое уравнение, мы применяем частный случай. Получаем х равно 2 пи делить на 3 плюс 2 пи n. n принадлежит z. Еще раз посмотрите, какую формулу появляется на экране. Формула синус разности углов, которую мы свернули и получили. Вот этот вспомогательный угол пи на 6. Еще раз метод называется введение вспомогательного угла. На экране формулы сложения вы можете посмотреть и для тангенса, и для синуса, косинуса и котангенса. Отсюда следуют формулы двойного угла. Обратите внимание, что косинус двойного угла можно разложить еще на две формулы через косинус квадрат или через синус квадрат. Формулы понижения степени синус квадрат альфа заменяются формулой 1, 2 в скобке 1 минус косинус 2 альфа. А косинус квадрат заменяется 1, 2 умножить на скобку 1 плюс косинус 2 альфа. Если мы будем находить по-другому, то эти же формулы иногда называются формулами половинного угла. Формулы суммы и разности для косинусов, для синусов, для тангенсов и котангенсов. Ну а теперь мы с вами, используя эти формулы, решим следующее уравнение. Синус в скобке π на 3 минус х плюс косинус от π на 6 минус х равно корню из 3. Используя формулы синуса разности, косинус разности углов, вот в данном случае это не формулы приведения. Еще раз, откидывать можно только целое количество π или целое количество π пополам. Мы раскрываем скобки и получаем результат корень из 3 косинус х. Это левая часть. Теперь левую часть приравниваем к корню из 3 и получаем косинус х равный 1. Это частный случай. И получаем ответ х равно 2πn. n принадлежит z. А теперь рассмотрим 4 способа отбора корней тригонометрических уравнений на заданном промежутке. Первый способ – арифметический, перебор значений целочисленных параметра А и вычисления корней. Алгебраический, геометрический, который содержит два способа – это окружность и график. Алгебраический способ. Чтобы использовать этот способ, нужно первое – решить уравнение, а затем записать двойное неравенство для неизвестного х соответственно данному отрезку или условию. Второе – синус и косинус решение разбить на два решения. Посмотрите в правую сторону экрана. Вспомните, как мы с вами переходили от двух уравнений формул к одной. А теперь мы будем наоборот, от общей формулы переходить к двум уравнениям. И чуть ниже для синуса. Подставить неравенство. Место неизвестного х найденное решение. Решаем неравенство относительно n. Учитывая, что н – это целые числа, подбираю н, а затем получаем корни, подставив н в формулу корней. Итак, решить уравнение. 2 косинус 2х плюс 4 синус скобки 3π делить на 2 плюс х минус 1 равно 0. И b – найти все корни этого уравнения, принадлежащую отрезку от минус 3π до минус π. Напоминаю, это 13-е задание варианта профильного уровня. Итак, во-первых, по формуле приведения в скобку мы 3π на 2 убираем, заменив синус на косинус. Так как это четвертая четверть, знак у нас не меняется, получаем уравнение. 2 косинус 2х минус 4 косинус х минус 1. После этого мы косинус 2х заменяем формулой косинус двойного угла. Получаем уравнение, раскрываем скобки и заменяем синус квадрат через основную тригонометрическую формулу выражением 1 минус косинус квадрат. И получаем уравнение 2 косинус квадрат х минус 2 плюс 2 косинус квадрат х минус 4 косинус х минус 1. После этого приводим подобное и заменяем косинус х через букву а. Не забываем, что а по модулю меньше либо равно 1. И получаем квадратное уравнение, которое имеет два корня. 12 восьмых минус 1 вторая. Корень 12 восьмых не принадлежит промежутку от минус 1 до 1. Поэтому рассмотрим только случай минус 1 вторая. Еще раз. Косинус х равно а. То есть получаем, нужно решить уравнение косинус х равное минус 1 вторая. Получаем х равно плюс минус арк косинус от минус 1 второй плюс 2 пнн принадлежит z. И применив формулу косинус от отрицательного угла, получаем х равное плюс минус 2 пи делить на 3 плюс 2 пнн принадлежит z. Итак, первую часть нашего уравнения мы решили, получили общую формулу. Теперь будем отбирать корни, которые принадлежат промежутку от минус 3 пи до минус пи. Решаем. Разделяем у нас общее решение на два решения, на две группы ответов. Смотрите левую и правую сторону. Итак, смотрим слева. Так как у нас нужно найти корни в промежутке от минус 3 пи до минус пи, мы решаем с вами двойное неравенство. Решаем его относительно n. И получаем, что n у нас меньше либо равно минус 5 шестых и больше либо равно минус 11 шестых. n у нас целое число, поэтому n получается только минус 1. Подставляем формулу и получаем, что у нас получился корень х равно минус 4 пи делить на 3. Теперь в правую сторону аналогично двойное неравенство записываем. Решаем его относительно n. и получаем, что n будет больше либо равно минус 7 шестых и меньше либо равно минус 1 шестая. n равно минус 1. Подставляем в ту группу ответов к правой части и получаем х равно минус 8 пи делить на 3. Арифметический способ. Перебор значений целочисленного параметра n и вычисления корней. Надо решить уравнение, записать корни, затем разделить для синуса и косинуса общее решение на два уравнения и подбирать целое значение n до тех пор, пока х не войдет в пределы данного отрезка. Записывать ответ. Геометрический способ. Ну, первый из геометрических способов с помощью графика. Как это делается? Итак, снова решаем уравнение. Затем строим график данной функции. Вот, например, синус х равно а получилось у нас. Строим график синуса. Затем мы строим график у равно а. Отмечаем промежуток от с до д. И записываем те корни, которые принадлежат данному отрезку. Ну, в данном случае вы видите на экране арксинуса и пи минус арксинуса. С помощью геометрической окружности. Итак, решаем уравнение. И после этого обводим дугу, которая соответствует данному отрезку на окружности. С, D. Смотрите, это темным цветом выделена эта дуга. Дальше разделяем решение для синуса и косинуса. И наносим решение уравнения на окружность. И выписываем те решения, которые попадают в дугу. Вот синим цветом. В нашем случае у нас попал ответ минус арксинус а. Ну, теперь пример. Найти все корни уравнений. 10 косинус квадрат. Пи пополам плюс х равно синус. 7 пи пополам плюс 2х плюс 3. Которые удовлетворяют условию. Х принадлежит промежутку от минус 2 пи делить на 3 до 19 пи делить на 12. Решаем уравнение. Уравнение используется, когда мы преобразуем. Используем формулы проведения. Получаем 10 синус квадрат х минус косинус 2х плюс 3. Затем заменяем косинус 2х. Если перед косинусом стоит минус. Формула двойного угла через синус квадрат. И получаем 8 синус квадрат х равно 2. Синус квадрат х равно 1 четвертой. И получаем две группы ответов. Синус х равно плюс 1 вторая. И синус х равно минус 1 вторая. И в первом случае у нас получилось х равно минус 1 в степени к пи на 6 плюс пи к к принадлежит z. А во втором случае минус 1 в степени m от скобки минус пи на 6 плюс пи m. m принадлежит z. С помощью числовой окружности находим общее решение. Х равно плюс минус пи на 6 плюс пи n. n принадлежит z. То есть в данном случае окружность используется как сделать общее решение нашего уравнения. А теперь решаем вторую часть нашего уравнения. То есть мы подбираем корни, которые находятся в данном промежутке. Подбирать мы их будем алгебраическим способом. Обратите внимание, что этот способ очень удобный. Решение двойного неравенства не так уже и сложно. Первую серию, то есть первую серию это пи на 6 плюс пи n. Решаем относительно n. И подбираем, что n получается два значения 0 и 1. Подставляем в общую формулу. И получаем два корня. Их равно пи на 6 и х равно 7 пи на 6. Теперь вторая серия. Минус пи на 6 плюс пи n. Она тоже находится в тех же самых границах. Находим n. И опять-таки n получился 0 и 1. Но здесь мы подставляем во вторую группу ответов. Поэтому ответы здесь получились минус пи на 6 и 5 пи на 6. Все 4 корня мы выписываем в ответ. Итак, основная тема у нас закончилась. А теперь мы домашнее задание получаем на следующий раз. Пожалуйста, переходим к вордовскому файлу. Вы видите, что надо решить 6 несложных уравнений. Они на 1 балл. Это уравнение базового уровня. Применяются основные формулы. Чаще всего можно замену переменных сделать или использовать формулу двойного угла. А вот во второй части мы решаем 2 уравнения уже на 2 балла. Получается 3 уравнения на 2 балла. Это задание, которое соответствует 13-му заданию профильного уровня второй части. На самом деле эти примеры оцениваются от 0 до 2 баллов и на ЕГЭ. Здесь нужно не только решить уравнение, но и подобрать корни, принадлежащие данному отрезку. Возвращаемся к слайдам. Тема следующего занятия – производная функции и ее применение. А теперь информация от Гуманитарно-педагогической академии для абитуриентов. Еще раз напоминаю структуру нашей академии. Наша академия состоит из трех институтов. Института педагогики, психологии и инклюзивного образования. Института филологии, истории и искусств. Института экономики и управления. И экономика гуманитарного колледжа. 30 ноября в 11 часов в актовом зале академии состоится день открытых дверей. Приглашаем всех желающих, кто хочет познакомиться с нашей академией и условия поступления в 2020 году. И еще одна информация. 30 ноября, то есть тот же день после дня открытых дверей, в 12 часов, в академии, аудитория номер 19 и 20, состоится образовательно-развлекательный флешмоб по математике. И мы переходим к вордовскому файлу, который нас познакомит, что это за мероприятие. Всероссийский флешмоб по математике, маткет, проходит в России с 2014 года. В Ялте он впервые пройдет 30 ноября. В Ялте вы можете пройти или зарегистрироваться, или принять участие в этом флешмобе в нашей академии. Вы можете зайти на сайт и зарегистрироваться для участия во флешмобе заранее. Если вы набираете, по-русски можно набрать маткет, посмотрите внимательно, как еще раз пишется по-русски, маткет.рф. Там будет электронная регистрация участников до 29 ноября. Площадка на вкладке Республика Крым, город Ялта, гуманитарно-педагогическая академия. Место проведения город Ялта, улица Севастопольская, 2. Это наш адрес. Первый корпус, третий этаж, аудитории 19 и 20. Время проведения 12 часов. Если вы хотите заранее посмотреть, что это будут за задания, каким образом принимали раньше или проходили это мероприятие, вы можете зайти на сайт и познакомиться. Там есть даже приблизительно те задания, которые были в прошлые годы. Посмотрите, задачи будут, набор задач четырех уровней. Белая лига, зеленая, желтая или красная. Белая лига будет под силу ученику пятого класса. Самая сложная красная лига содержит задачи с элементами уже высшей математики. Возвращаемся к слайду. Еще раз. 30 ноября в 12 часов наша Академия вас ждет на образовательно-развлекательный флешмоб по математике. Ну и заканчивая наше занятие словами Ключевского, наука есть не только знание, но и сознание, то есть умение пользоваться знанием как следует. Субтитры создавал DimaTorzok